Политолог Владимир Фисенко присоединяется к нашему эфиру. Владимир Вячеславович, приветствуем. Доброе утро. Владимир Вячеславович, хочем поговорить с вами о том, как Украина отметила День Независимости, но не столько и не только об обстрелах, с которыми был сопряжен этот день, а это десятки, сотни обстрелов были со стороны российских оккупационных войск. Сколько о визитах высокопоставленных чиновников и глав государств и правительств. Понятно, что каждый такой визит, он важен для Украины, а помогите, пожалуйста, понять важность подобных визитов именно 24 августа, именно в День Независимости нашего государства. Я думаю, что действительно вот эти визиты, причем от государственных деятелей, которые, как их страны, считаются наиболее активными, преданными друзьями Украины в нынешней ситуации, я имею в виду лидеров и Польши, и Великобритании, и то, что президент США позвонил нашему президенту и был выделен, публично заявлен как раз в День Независимости, вот этот огромный пакет военной помощи, все это свидетельство активной поддержки Украины, что наши друзья, наши партнеры с нами. Ну и вот визиты и Анжели Дуде и Бориса Джонсона в Киев в тот момент, да, это праздничные дни были, но ожидалось, что могут быть ракетные обстрелы Киева в этот день. Это был и акт личного мужества, и демонстрация того, что наши друзья, так же, как и мы, не боимся российских обстрелов, российской агрессии, и готовы вместе бороться вот против этого нашествия. Так что, я думаю, здесь была и эмоция, эмоция, не просто такой, знаете, холодный политический расчет поддержки Украины, но и вот большая личная симпатия и симпатия своих стран по отношению к Украине, и акт даже вот такой, я бы сказал, личной эмоциональной поддержки именно в этот день, именно в таких обстоятельствах. Поздравил Украину и Лукашенко, и поздравление, конечно, выглядело, звучало-то словами человеческими, а вот по тексту имело немножко неоднозначные. Пожелал нам мирного неба. Это батька пытается двойную игру вести? Может быть, передумал дружить с Российской Федерацией? Или как оценивать такие поздравления? К сожалению, но в этом весь Лукашенко. Вот эта двойственность, где действительно, казалось бы, человеческими словами и нормальными поздравлениями в такой день, мы ведь друг другу тоже. Последние полгода, ну точно, это одно из главных пожеланий мирного неба. Мы друг другу этого желаем, и это искреннее и, к сожалению, объективно обусловленное поздравление. Это не просто пустые слова. Казалось бы, здесь нечто такое, но и до этого, и сразу после этого в Украину полетели ракеты с территории Беларуси. Российские ракеты, но с территории Беларуси. В этом вот вся двойственность и лживость Лукашенко. За его словами не просто пустота. За его словами лживости, предательства. И он предает всех. Он предал Украину. Он вот такими маневрами, он фактически показывает и предательство России, которой прислуживает. И, кстати, в России именно так это и воспринимают. И я думаю, что ему сейчас никто не верит. Наверное, остались какие-то его сторонники в Беларуси. Хотя, судя по тем исследованиям, которые все-таки удается как-то проводить через телефонные опросы в Беларуси, большинство беларусов сейчас мечтают только об одном. Чтобы Беларусь не втянули в эту грязную войну против Украины. И Лукашенко, знаете, настроение пытается играть. Вот это одна из причин, одно из объяснений вот этого показного, но лживого миролюбия. Он таким образом не нам пытается какие-то жесты делать или Западу. Ему там никто не верит, как и у нас. А вот на чувстве миролюбия беларусов он еще пытается играть. Но это игра лживая. И я думаю, что лишь вопрос времени и обстоятельств, когда Лукашенко будет самой судьбой, и не только судьбой, покаран за все свои преступления. Меняется ли политическая ситуация в России? Видите ли вы какие-либо изменения в ту или иную сторону, я сейчас говорю? То есть не только на улучшение с точки зрения Украины, например, но и на ухудшение? Я думаю, что можно пока говорить только лишь о начальных тенденциях. Пока еще рано делать какие-то однозначные прогнозы. Но то, что ситуация постепенно, может быть, не так заметно начинает меняться, это чувствует и в самой России. В частности, даже по социологическим исследованиям, официальным социологическим исследованиям, которые проводятся в России, уже фиксируется существенное, значительное, большое снижение интереса к войне против Украины. Если вначале была вот эта пропагандистская истерия, которая на многих подействовала, пробудила, усилила, знаете, как вот катализатор такой, который поднял все темное, что было в российском политическом сознании, вывел его наружу. И вот это появилась шовинистическая истерия поддержки уже не только Путина, но и войны, вот этой кровавой войны против нашей страны. А сейчас это все уходит, как грязная пена. И россияне все больше сосредотачиваются на своих проблемах, социальных, экономических, которых становится все больше. И вследствие войны, и вследствие санкций против России. А война в телевизоре, и война что-то чужое, а для некоторых и пугающее. Да, кто-то получает гробовые, и эта тема активно обсуждается в России, что, кстати, характеризует степень деформации российского общества. Но все-таки война это что-то пугающее, непонятное. Никакой обещанной победы нет, а проблем становится все больше. Но все-таки самое печальное, что произошло за эти полгода войны, хотя началось еще до войны, началось еще с 2014 года, просто вот за последнее, в этом году это просто вышло наружу, и так вот проявилось в резких негативных формах. Россия тяжело больна. Можно даже сказать, что значительная часть России вместе с Путиным сбесилась вот в этой лихорадке истеричной агрессии против Украины, поддержки войны. И вот эту болезнь придется лечить. Лечить нам, кстати, придется, нанося поражение российским войскам, потому что излечить вот это победа-бестие, раньше мы это абстрактно термин использовали, примитивно к 9 мая, а теперь, к сожалению, вот это практически проявляется. И лечить это победа-бестие, и вот это сумасшедшее состояние психоз великодержавия надо только лишь военными поражениями, которые наша армия будет наносить России. Ну и да, и можно даже, наверное, каким-нибудь точечным ударом в Останкино. Ну, я думаю, что это вопрос времени и обстоятельств. Символических целей хватает. Владимир Вячеславович, мы же имеем в виду точечным ударом правды по центру распространения пропаганды исключительно. Я так вас и понял, да. Но на самом деле, в информационной войне, кстати, сами россияне признают, Украина побеждает. И не только потому, что украинцы тут более умелые, более активные, потому что пропагандистская машина России была гораздо больше, и денег там гораздо больше, в том числе даже на подкуп разных журналистов и политиков в разных странах мира. Нет, на нашей стороне правда. Потому что, когда они говорят, когда мы говорим о трагедии в Буче, в Ирпене, вот трагедия на День независимости, когда попали в этот железнодорожный поезд и погибли мирные жители, вот то, о чем было у вас в репортаже, это ведь реальная трагедия войны. И за нас говорит правда. А они говорят, врут, лгут всему миру о том, что якобы это инсценировка, постановки. Вот этот контраст работает против них. Потому что на нашей стороне правда реалии, боль войны, реальные наши героические действия, нашей армии, всего нашего народа. А с той стороны как раз прямо противоположное. Это не только ложь, но это и убийство, насилие, вся грязь этой войны, да еще и мародерство. Вот в этом плане действительно весь мир видит сейчас просто ужасающую, агрессивную, злобную сторону России. И это ужасает многих. И это тоже влияет на общую ситуацию. Владимир Вячеславович, спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на прямой связи. Спасибо вам за точные удары словом.